Ох, как тяжело некоторым из вас заходит моя информация. Ох, как тяжело, смотрю, прямо ж некоторых из вас коробит. Но некоторые понимают, уезжают. Да, действительно, это шокирует. Я сейчас опять зациклюсь на своей мысли и повторю опять послание, которое мне пришло. Боги скоро перестанут воплощаться на земле. Я повторяю, это знание, когда пришло мне, меня оно тоже шокировало, возмутило. Я даже в ступор встал. И первые мысли, которые у меня появились, они появились такие же, как у вас. Да, ну нафиг. Боги, чтобы оставили землю. Да, это же трусость и предательство. Да, они землю темным не оставят. И меня это просто, просто, знаете, ну, как-то вот и смутило. Но, с другой стороны, меня это побудило дальше вступать в разговор со Вселенной и говорить, спрашивать, как это оставят? Зачем оставят? И я получаю дальнейший ответ для себя. Это эффект крысиной бочки. Паразиты живут, во-первых, на земле здесь, выживают, паразитируя за счет нас, светлых богов и богинь. Но если боги и богини перестают сюда приходить, то паразит начинает сам себя изнутри пожирать. То есть происходит самоликвидация паразита. Когда паразита нечем кормить, он начинает поедать свое собственное тело. Таким образом, земля очищается и освобождается от паразитарных энергий. Плюс, светлым богам и богиням не нужно пачкать свои руки кровью, кровью даже монстра. Монстр сам пожрет себя изнутри. А теперь скажу так, как человек, да, вот мои зрители, да, большинство из вас. Давайте быть честными. Вы же просто сидите, как зрители, даже большинство из вас. Вы даже за мной наблюдаете, просто как за актером. Я для вас как кино, где вы ждете новый сериал. Вам интересно за мной смотреть, за моими мыслями. И вот многие из вас пытаются писать мне там что-то, объяснять мне, что я все неправильно понимаю, что так и так. Я вам прямой задаю вопрос, как мужчина там. Надеюсь, там мужчины смотрят, ну или считаете себя мужчинами, да. Ну и там женщины. Если вы такие, и даже пишите мне там, корректируйте меня, только что-то я не вижу, чтобы вы в ютубе высказывали свои мысли. Я-то хоть что-то делаю, а вот вы что делаете? Кроме того, что пишете и наблюдаете за мной, как за актером в кинофильме. Что вы делаете, кроме комментариев? Я уже говорил десятки раз. У вас тысячи людей, которые меня смотрят. У вас открытые страницы. Скачивайте мои видео и загружайте себе на канал. Я никому из вас авторское право не предъявлю. Смело закачивайте. Но нет. Большинство людей, которые вокруг нас, только лежат на диванах и ждут, когда с неба кто-то придет, вместо них что-то делать. Разве я не прав? Я прав. Я знаю, что я прав. Вы ждете, когда боги придут и всех убьют. А вы что, крови хотите, да? Смотрите, вы не понимаете вообще, как работает вот эта звериная сущность. Она постоянно провоцирует на кровопролитие. Вот эта звериная сущность, она питается болью, страданием, кровопролитием. И вот вам еще один ответ, почему боги просто не ликвидируют с земли нечестивых. Если богам сейчас придется сюда прийти, конкретно, и начать удалять нечестивых, то вместе с нечестивыми и вас тут в замес, в расход пустят. Или вы думаете, вы останетесь сидеть на диване и смотреть, как светлые боги убивают этих, как их, паразитов, демонов. А вы, конечно, как зрители на стадионе будете сидеть смотреть. Нет, друзья, вы глубоко ошибаетесь. Даже, смотрите, еще, какое противоречие в комментаторах я вижу. Когда я, как человек, реагирую, да, реагирую на всяких троллей, на всяких низкочастотников, что вы мне пишете? Вы мне пишете, Женечка, не реагируй, не надо. Если ты отреагировал, значит, ты поддался искушению. При этом всем вы просто хотите, чтобы боги сюда пришли, светлые, и начали бы реагировать, уничтожать и конкретно мочить паразитарную сущность. Вы хотите этого? Это по большинству комментаторов так вот есть. Вывод, вы думаете, вы останетесь сидеть? Да нет, вы тоже в замес попадете. Попадете? По этой причине боги сюда не приходят. И паразитов тут не убивают. И та мысль, которую я высказал, это не моя мысль. Я бы до такого не додумался. Я тоже думал, вот паразиты скоро сами уйдут. Не уйдут они никуда. Никуда паразит не уйдет. Паразит не может выжить без паразитирования. Но если паразита оставить одного, паразит сожрет сам себя. Как змей начнет жрать себя самого, начиная с хвоста. Он будет пожрать себя. Только таким образом можно паразитов удалить с земли, не замарав руки кровью. Пишите, если есть другие варианты. И это не сдавание своих позиций. Это мудрый, гениальный расчет. Вы просто не знаете, как устроен паразит. Паразит должен уничтожить сам себя. Поэтому пока сейчас время прихода светлых энергий, воплощающихся в земных человеческих телах. Пока идет свет знаний, идут объяснения. Но все это закончится. Не резко, постепенно. А еще больше посмотрите. Сколько светлых людей в любой сфере. В сфере науки. Там, не важно чего. Правозащитники. Журналисты. То есть, очень многие светлые люди, которые стоят за правду. Вы видите, что они покидают землю. Вам имена перечислить? Всех покинувших землю. Кому-то, может, помогли ее покинуть. Депутатам некоторым. Ну, ну, оглянитесь вокруг себя. Всем, которые выступали за правду. Они уходят. И уходят постепенно. Не резко. Но на нашем веку сколько уже ушло. Это не только в нашей стране. Это по всему миру. Покидают светлые люди землю. Другие приходят. Приходят другие и рождаются новые люди. Но и опять уходят. Если землю не отдать паразитам, то этой битве, эта битва будет в постоянной цикличности. В постоянной. Именно паразиты затягивают нас в то, чтобы здесь проливалась чья-то кровь. Или была какая-то война. Еще раз оглянитесь. Боги высшие не реагируют. Да, мы сюда приходим, чтобы пробуждать души людей. Приходим. Но еще раз посмотрите вокруг. Мы живем в основном в паразитарном обществе. Это уже их царство. Паразит даже хочет обмануть паразита. Они даже друг друга обманывают. А если мы уйдем, то они не выживут без нас. Сожрут друг друга. Но я не обязан ничего и никому доказывать. На своем канале я делюсь информацией, которую я получаю. Да, она иногда выглядит шокирующе. Но для меня это уже конкретный ответ. Несколько лет я думал, как же землю боги будут освобождать? Что должно произойти? Как паразиты должны уйти? Как они удалятся? Как их боги удалят? И я лично для себя получил ответ. Стратегия белых богов это эффект крысиной бочки. Оставить это чудовище одно. И оно сожрет себя само. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!